Хммм, хмм, запускать или не запускать, вот в чём вопрос. Привет, я решил посмотреть, что же было в 2004 году. Правильно, вышла игра под названием Far Cry, и меня потянуло на старые игры. Поэтому я прошёл её и собрался вам объяснить сюжет и смысл игры. Но при этом добавляю юмор, чтобы вы не упали со стула от скуки. Ну ладно, ты же пришёл не за моим трёпом, а посмотреть сюжет Far Cry. Усаживайся поудобней, заваривай чай, а мы начинаем. Действие игры разворачивается в том, что мы обычный парень, который владеет компанией по сдаванию лодок каким-нибудь людям. Наше имя Джек Кардер. Мы же бывшие спецназовец, так что мы непростой человек. С нами ещё едет девушка по имени Валерий Константин. Она сказала, что она журналистка и сказала довезти её до Микронизии, на этот архипелаг. Мы же согласились и, естественно, её отправили. После чего, когда она вышла из нашей лодки, по нам стреляют из РПГ. Мы, естественно, падаем, теряем сознание и оточнулись в каком-то бункере. Когда мы проснулись, нас обучают всему в игре. Ну, конечно, мы же не ставили в управление на стройке. Скажу по секрету, здесь управление сбросилось. И я всё это сам настраивал. Когда мы уже почти вышли, мы встречаем двух челиков каких-то, которые хотят нас найти. И я думаю, не просто, чтобы пожать руки. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его? Зови меня. Ясно выражаюсь. Есть, есть, сэр. Свободен. Когда мы уже почти вышли, с нами связывается по рации незнакомец по имени Дойл. Он нам говорит, чтобы мы слушали его беспрекословно и выполнили все приказы, если хочет выжить. У нас выбора нету, потому что он же нас не сдал, а значит, нам нужно идти по его приказам. Рассказывает, что, где и как. Обстановка имеется в виду. Мы получаем снаряжение и выходим наружу. По пути, тут обосновались наемники, которые нас ищут. Мы их убиваем и, естественно, подбираем хорошее оружие. Также мы находим бинокль, который нам в дальнейшем понадобится. С помощью бинокля мы можем подслушивать разговоры на дальних расстояниях, ну и, естественно, отмечать врагов. Позже мы отправляемся на авианосец, потому что девушку после высокий на берег, а именно Валерия, это же наша журналистка, была схвачена и отправлена на авианосец, стоящий на другом конце острова. Я уже забрался через пробоину, которая была в корабле. Но вот досада. Эту пробоину завалило, а поэтому нам надо будет по-другому спускаться. Но, Дойл, он говорит, что на этом авианосце есть лодка, с помощью которой мы можем добраться до другого острова. Жалко, тут вертолета нет. Мы бы сейчас пошли и полетели домой. Никаких бы забот не было. Ты что, только сейчас узнал, что ли? Наводим здесь очень месиво-месивное-месиво-массе. Проще говоря, мясорубку. И после мы понимаем, что... Самой Вэл здесь нет, но я нашел ее камеру. На кассете какой-то клоун по имени Кригер. Этот архипелаг – идеальное место для моей работы. Острова находятся в стороне от морских путей. И здесь, вдали от цивилизации, никто не помешает моей работе. Мне потребуется время, но будущее всего человечества зависит от успеха моей работы. Я осуществлю предначертанное. Дойл, они забрали Вэл в какой-то чертов бункер. Где это, а? Я знаю это место, но оно хорошо охраняется. Садись в лодку, я тебя встречу. Хорошо. Нам же Дойл говорит, хорошо, тогда уходи. Но нас ждет сверху вертолет и много-много людей. Но мы, конечно, с ними расправимся, это че пище? Так два пальца об асфальт. Мы уже стреляем по цепям, освобождаем лодку, прыгаем в море и плывем к Дойлу. Объясняем этим чупакаврам, что браконьерство запрещено, а особенно гранатой. Убиваем его, зачищаем весь лагерь и идем в этот бункер. Что-то мне не нравятся эти бананы. Тест Subject переводится как испытуемый. Испытуемые бананы? Интересненько. Сломя голову и ранеными в голову, просто бежим в этот бункер, уничтожаем все, кто там есть. Но какая-то крыса просто закрыла эту дверь и сказала, пошел ты куда подальше. Дойл сказала нам, что да не парься, я быстро взломаю эту дверцу. Только сказал, но. Два вертушки пришли и еще пару подкреплений, которые пришлось отбивать. Мы отбили это все подкрепление, уничтожили все, кто нам мешал, прорвались в этот бункер и слушаем диалог. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Уничтожаем этого агента, шпиона, не знаю кто он. Подбираем взрывчатку и взрываем этот генератор. И с чувством выполненного долга выходим этого из бункера живым и видим этот эпичный взрыв. Далее нам нужно отправиться к Дойлу. Он нас встретит на лодке возле кое-какой местности. Мы же, пройдя очень долгий путь, отправляемся к нему. После чего мы с ним встречаемся. Не, в смысле, видели друг друга, не встречаемся. Короче, вы меня поняли. И едем на другую сторону острова. Вижу ты, Джек. Откуда ты знаешь? Я ждал тебя. Твоя подруга переведена в другое место. Запрыгивай. После чего нас высадил Дойл, и мы отправились в исследовательский комплекс. Правда, мы не знаем, что там исследуют, но да ладно. Мы перебиваем всех наемников, все вертушки, которые только там были. Заходим в исследовательский комплекс, и видим вот такую картину. Будем надеяться, что эта тварь была одна. После данной картины я понял, что здесь водятся мутанты. Но это нам вообще не помешало. Мы опять же всех убили. Восстановили электричество, потому что генератор там сдох. Ну, я отправился дальше, только уже в какие-то джунгли. Где там просто столько мутантов было. Я, конечно, ненавижу это. Мы зачищаем все местное население, убиваем всех мутантов, всех людей. Ну, по-стандартам, это же Far Cry 1 2004 год. Что тут можно ожидать еще нового? Подбираем все карточки и отправляемся в следующую локацию. Когда мы перешли на новую локацию, с нами связывается Дойл. Говоря о том, что Валерия сейчас находится на взлетной полосе. Ее хотят перевезти на другой остров. Но есть одна проблемка. Все знают, что мы придем. А поэтому эта битва будет мощной и кровожадной. И когда мы добрались до взлетной полосы, мы еле-еле успеваем зацепиться за вертолет и пытаемся освободить Валерий. Продолжение следует... Валерий Константин, ЦРУ. Выполняю особое задание. Ты не могла предупредить еще в порту? Чем я заслужил это счастье? Немногие владельцы местных яхт, бывшие спецназовцы. Ты навела обо мне справки? Обычная практика ЦРУ. Когда ты знаешь, что я отошел от дел? Такие навыки не забываются. Зачем вам я? На этот остров был внедрен наш агент. Мы потеряли с ним связь почти три месяца назад. Дойл? Миссия выполнена. Дойл, это Вэл. Где ты? Расскажем позже. Вам нельзя останавливаться. Борис Удин, Ярдов, от вас на плициклетке с необученными трагенами. Выпустите их на волю. И это на некоторое время отвлечет охрану от ваших персонажей. Поняла. Хех. Необученные трагены? А что, бывают обученные? После чего, по моему желанию, я проматываю немного... ...всись геймплей вперед, потому что... ...честно, объясню просто что там. Там берешь, стреляешь, стреляешь, убиваешь, стреляешь, заубиваешь, ищешь, идешь, стреляешь, убиваешь, стреляешь, убиваешь. Вообще, это какое-то безумие, честное слово. Поэтому немножко перемотал, и мы уже встретились опять с этой... ...Валерием, Константиновичем, Петровичем, Михалычем и так далее. Можно каждое отчество по порядку произносить. И далее просто захватываем этот лагерь, садимся в машину... ...и идем воевать, дальше пойти какой-то комплекс, бункер и так далее. Я веду на тебе пулемет. Окей. Вот. Вот. Продолжение следует... Дой, мы на месте. Сообщи нам, где находится главный терминал безопасности. Ждите. Передаю координаты. Окей, получила. Итак, вот что нам надо сделать. Джек, тебе достанется все веселье. Ты проникнешь в лагерь и очистишь мне путь. Там я сумею взломать их систему безопасности, и мы захватим боеголовку. Нет, я не стану трогать боеголовку, даже самую маленькую. Тебя я не уговариваю. Отдыхай, я справлюсь сама. Твоя работа — обеспечить прикрытие. Вы полны сюрпризов, леди. Я не знаю, чего ожидать по пути внутри фабрики. Будьте осторожнее. Еще одно. Взрыв боеголовки может повречь самые разнообразные последствия. Конкретнее. Вам может угрожать опасность заражения мутагеном. Примите меры предосторожности. Меры предосторожности? Не взрывай боеголовку, стоя рядом с ней? Я не шучу. Вам надо отыскать на фабрике сыворотку. Используем как вакцин. У них должен быть ее запас. Давай подготовим ракету, а затем найдем сыворотку. Куда я попал? В кино про шпионов? Ребята, вы нас всех тут угробите. Немного перематываем вперед. Мы добрались до мутагенной фабрики. Взрываем ее все содержимое. И теряем сознание. После чего нас находит великий антагонист, который все это затеял. И нам хана. Джек, загляни в будущее. Человек больше не царь природы. Жалкие людишки, подобные тебе, скоро вымрут. Я не изобретал ничего нового, лишь подтолкнул эволюцию на тысячу лет вперед. Выживает сильнейший. Удачи! Вот спасибо. И вот снова мы падаем с вертолета. Но на этот раз у нас только оружие с 10 патронами. И поэтому мы прыгаем с водопада от безысходности. Ну хорошо. А как по-твоему? На вашем месте я бы так не переживал. Вы все равно не доживете до следующей стадии мутации. Позже мы находим этого босса. И естественно его убиваем. Где сыворотка? Кто заразил вас? Произошла утечка мутагена. Мутаген проникает в организм лишь путем внутривенного впрыскивания. Жаль, не могу вам помочь. У меня не было времени изготовить сыворотку. О! Из вас выйдут отличные мутанты. Тебе остался час. Ей еще меньше. Старик был сломен в театральности. Жаль, у него не было деновой литвайки. Дойл, ты не посмеешь. Почему ты сам не убил Кригера? Дойл, если ты не дашь нам сыворотку, тебе не покинуть остров живым. Да, я знаю. Ты мне не поверишь, пока я не приставлю ствол твоему лбу. Но это так. Жаль, Джек, но нам не нужна сама лула. Прости, что не жму тебя. Я иду за тобой, мерзавец. Нет. Слышишь? Попробуй понять, я посланный ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Вот и все. Это была игра Far Cry 1. Следующая часть наша идет вторая. Это Африка, хардкорная игра. И я захочу дойти до шестого Far Cry. Всем, кто смотрел этот ролик, я благодарю вас. Если вам понравился, ставьте лайки. Ну, все по стандарту, вы сами уже знаете. Это все по желанию. Возможно, вы не досмотрели и выключили ролик в самом начале. Это ваше право. Я выпустил, дальше вы уже сами. Ну, не забывайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok